Субтитры делал DimaTorzok Я, кстати, раскрыл план, походу, пацаны, этих ребят из VSL Почему Зест выиграл этого классика? Потому что это под импакт, под стройкой Импакт убьет мертвого Зеста и пройдет дальше, короче Так, StarCraft, StarCraft Все, ребят, здесь игра начала с часа Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, все, ребят, сейчас погодите, я буду в игре Нужно разобраться с техническими моментами Плюсуйте запись, которую я скинул Спасибо всем за это большое Кто плюсует, я имею ввиду? Да, блядь Так, твист сейчас рублю Кто там? Блин, ребят, извините, щас Наши войска, атакованы Субтитры делал DimaTorzok Развитие завершено Развитие завершено Развитие завершено Субтитры делал DimaTorzok 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 Наши рабочие атакованы. Враг атакует улей. Наши войска. Наши рабочие атакованы. Наши войска атакованы. Так, пацаны, я очень сильно извиняюсь. Приходили вентиляцию проверять сейчас. И вы видите, как бы мне нужно было... Я забыл, 31 марта была поставлена проверка вентиляции. Ну, все это необходимое действие. Но здесь что-то все плохо уже у демаги, я смотрю, в этой игре. Причем оракулами его что-то хеллрейзер убивает вообще неслабо. База атакована. Оракул ждет. База атакована. База атакована. База атакована. База атакована. Пространственные струны настроены Мистер Президент, да, здесь закомбечил, пацаны Все, извините, больше я не буду здесь отсутствовать Просто реально тут технические моменты Вообще просто здесь у мамы еще вытяжка сделана на кухне Как бы туда-назад этот, короче, пленка сделана Что в итоге, если вытяжка не вырублена Все, сюда летит, короче, абсолютно вся срань, короче говоря Горелая Не, ну тут минус демага, ребят Просто здесь 19 оракулов летают, орудуют и просто унижают все, короче И вся, с ними вообще ничего не поделать, короче Зерк своим пацанам там указания дает Кому писать, кому не писать вообще Последний оракул, у кого энергия осталась, слился сейчас Здесь четвертый Нексус, ну как бы Приходят адепты от Скеллрейзера Есть и Билон, можно уверчаж выставить Еще и уверчаж не убил демага в итоге Нас ждет славный бой Так, чего газ в доме, не понял Газ-то есть в доме В смысле Газ, наверное, у большинства домов есть Плановая проверка вентиляции Привет, Лелик ДР Привет всем, пацаны 52-172 по лимиту, ребята Демага приходит просто 13-ю гидралисками Выбивает челлендж Поддержал ваш канал на 333 рубля и сообщает Запускаем челлендж на 100 тысяч к 30 апреля Первым буду, главное, чтобы не последним Спасибо, ну к 30 апреля К 30 на миллион-то надо запускать Это к 1 апреля надо 100 собрать по твоему плану предыдущему Но маловато времени остается Сегодня только вот этот матч и может быть гаунлет я еще постремлю Спасибо, пацаны, всем за поддержку Кто поддерживает ГГ, пишет демага Ну что-то я как-то долго не убивал, по-моему, демагу сейчас оппонент его Hellraiser Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, я так и не успел переименовать Ничего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Так, почему я не понял Что-то я не на основу Аки, короче, вообще не понял я Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Короче, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ладно, забейте, короче Ждем, короче Ждем, короче Ладно, забейте, короче Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Давайте смотреть Просто игру и всё Наверное здесь один матч всего лишь Ну правда 7, как бы непонятно сколько он пойдет по времени. Ну сколько-то пойдет. Опять оракул демаги прилетает. Спорки нет, ничего нет. Пять дронов убивает Hellraiser. Короче, опять демага Крив встречает. Так, ага. Кстати, кстати, текст надо взять. Так, ага. Ну, жаловаться на то, как... Там, где что реализовано, не будем мы сейчас. Уже смысла в этом нет никакого. В общем-то, тут пока пассивная достаточно игра идет. Но, посмотрите, Hellraiser собирается развести демагу сейчас. То есть, он адептами врывается на вторую базу сейчас. Тут роучка еще есть, но адептов много, и они все равно дэмэдж нанесут. Адептами надо телепортироваться на мейн. В это время стазисной ловушкой тут еще подрезал Hellraiser рабочих на дальней базе. Прилетает на мейн. На мейне дронами демага уезжает. Начинает кататься. Короче, везде проблемы. Ну, и выход Fleet Beacon. То есть, это будет армада от Hellraiser. Очевидно, абсолютно. Ну, по крайней мере, подобие какой-то армады. Армада, она разная бывает. Там, воздух плюс земля. Чистый воздух. Кареры, грелки. Темписты, грелки. Кареры, там, темписты. Так я бы не знаю. Гулые кареры. Так, везде Хараст, Hellraiser. Смотрите, сейчас заблочена будет просто вторая база, там рабочие все заблочены наглухо. Три темписта, у Hull-Rest странная, конечно, что он темпистов сразу начал делать вообще. Так, что там происходит? Что-то происходит. По три карьеры устроятся. Ну, да, армада тут вообще-то от Hellraiser. Плюс один путь не очень great на воздух, но... Ну, тем не менее, три в три базы с демагом только четвертую ставят с зергом. То есть сейчас есть и грелки, и темписты, а ручий врыв абсолютно бесполезен на демаге будет. Плюс три карьеры сейчас выйдут, и гидра даже в небольших количествах будет не очень полезна. А ее здесь реально мало, как бы, гидры. Так, Hellraiser пытается зафатониться на третьей базе, да везде он пытается там зафатониться. Здесь и темписты и карьера есть. Демага все это видит. Причем у демаги, что самое интересное, раскачивано три базы, все, как бы. То есть он четвертую даже не раскачивает, пробивать будет лет, я не знаю, грейды нулевые, то есть... 198, 150, демага будет пробивать, если не пробьет, то все плохо у него будет. Причем Бэйнов хотел наморфить, но, кстати, Бэйновы здесь очень сильно могли помочь адептов там заминусовать, к примеру. Заходит демага. Ну вот это шанс его пробить здесь. Кстати, мухи-то все сбиты сейчас. Карьера один вообще на муви сливается. Hellraiser затупил, карьера слил одного. Фаербойщиков, пара демаги, но тут оверчарж, слишком много фотонов, фотонок и адепты есть, то есть карьеры мух новые делают, грейлки дэмэдж наносят, были бы бэйлинги, демага землю бы вынес бы сразу, у него шанс бы был хороший. В итоге просто карьеры прямо во время боя мух отстроили, демага сливается, 2-0 Hellraiser, это 100%. Бред, ТЗЗ, здорово. Вот, задержка две минуты, помню об этом. И все помните, пацаны. Так, четвертый некс демага отменил, потери пока равные, но это пока это ничего вообще не значит, то что потери в данный момент равные. Сейчас еще три карьера выйдет и вообще это непробиваемым станет. У демаги грейды даже не делаются, он просто на 0-0 грейдах воюет здесь. Пока игра еще идет, то есть 2 минуты отставания получается от зерга есть. Пока оно еще не ликвидировано, это отставание. Поехали. Поехали. Пока. Поехали. Поехали. Так, Илюх, билетик взял, говоришь? Ну что же, сейчас проверим. Да, спасибо, Илюх. Ты третий, кто взял билет уже на StreamFest, ребятки. Вот так, спасибо, ребят, всем, кто на StreamFest пойдет в Москве 13 мая. Билеты в продажу по ссылкам в описании каналов моих. Здесь уже прилетел Hellraiser на мейн, грилки на разогреве. Кареры присутствуют. Захожу в игру. Разбирает Hellraiser демагу. 2-0, GG. Захожу в игру. 3-0, GG. 2-0. 1-0. 1-0, GG. 5-0. 5-0. 5-0. 6-0. Продолжение следует... Так, ну что, 2.0 Hellraiser ведет. Ставки были, я так понимаю, на димагу Hellraiser, но больше их нет. Третья игра, пацаны, поехали. Ну, здесь 17-я хата Газпул, у димаги здесь через гейт снизу, прям в застройки. В некстус выходит Hellraiser, при этом почему-то не спешит ставить кибернетку. Пошел, минерал сдал, так неспешно. И сейчас спускается, только сейчас он кибернетку поставит здесь. Хотя, поэм, не нравится. Ну, Hellraiser 150, небольшой поэм, у него всегда меньше 200, зачастую. Слишних кликов, а то поэм. Так, ну твайлайт нам и не попёр. Ну, опять же, через глифы, как в предыдущих играх. Может быть, через Даркшайн, но если через Даркшайн просто играют, то они через Робо играют. Потому что, ну, это Архуна Хараса, а не какие-то Дарками там врывы. Так, на Мейнероботикс получается. Да, нет, всё-таки Даркшайн и Архуна Хараса будет здесь у Хеллрейзера. Димага не спешит, кстати, в лейр выходить. Если так он не спешит и будет в лейр выходить, то можно и нахарасить будет, да, Арками неслабо. Причём, причём гейтов почему-то три штуки всего. Надо добавлять четвёртый, а то что за странное несчётное количество. Я понимаю, два, либо четыре, как бы, три почему-то у Хеллрейзера. Ну, не знаю, в чём тут суть, как бы. То же самое, что с двух, только с трёх будет. Всего первый варп триллер, как всё будет, получается. Чёртый, чёртый, чёртый. Так, на мэне лейр и спорка. И две королевы у дьмаги. Ну, лейр это только-только делает. В общем, проблема. Три Дарка у нас прилетают. А, сейчас нормально рубить начнут они, Дарки эти. Собак тут Хеллрейзер подрезал, причём количество такое. Ну, как, семь штук, это фигня. Делается Чаша Эммортал, это в стиле статс. У нас дальше продолжение идёт. Будут сейчас добавлены гейты и будет выход в Нексус. Третий получается. Вообще, конечно, если выходить в третий Нексус, то сначала вот Нексус добавлять. Как будто пуш-дул-баз получается. Да, плюс четыре гейты, семь гейтов в ближайшее время будет. И Архона Харас продолжается. То есть, Нексус будет, скорее всего, заказан. Но это больше такой фейковый Нексус будет. Либо для перехода уже в добавление пробок, если здесь пуш не получится хорошо реализовать. Ну, подхарасил Кэлл Рейзер. Ещё Архончиками два дрона забрал, собак забрал. Уже 12 собак и два дрона потери. Так, шидка структура потеряна. Так, ну тут, в общем-то, Харп Север отдался. Нексусу почему-то как не было, так и нет. Транс Хелл Рейзер прям наглую такой улэн делает. Спалился в армию, короче. Три пилон добавляются. Идёт вперёд. Не, ну вообще Димага раньше умел такие вещи улэновые отбивать. Не знаю, на сколько сейчас он будет готов. Так, плюс Архон, плюс ещё зелков четыре штуки. Три Эморкла, пять Архонов плюс зелки. Здесь выход. Кстати, у димаги не так уж много диссюнитов. Причём, там, бейлинги... Ну, бейлинги есть. Если зелки прыгнут все вперёд, как бы отдадутся быстро, то всё нормально у димаги будет. Но Хелл Рейзер, зелков нючка назад. А вот сейчас вот они прыгают. По разным направлениям зелки разделились. Димаги реально много. Не, ну тут димага отобьётся, учитывая, что у них у Хелл Рейзера нет. И призму потерял. Спас, я для него не ахтинь из-за этого и отдача будет. Я думаю, что даже навряд ли димага от другого подсутку. Хорошо катит Хелл Рейзер эморталами димага. Димаги роучей. Ну, всё равно, ребят, как бы потенциал на пуш уже утрачен. Очень, очень и очень жёстко. Практически безвозвратно. Я не знаю, может быть, если Хелл Рейзер ещё здесь под наварпает, там Архончиков и Морталов подстроят из роба, может что-то у него и выйдет. Конечно, вот у нас призма полетела. Здесь два Ама, этих призму желательно посадить и прохарастить именно. Так, пилончиком стенку восстанавливать. Можно... А, ну здесь полностью заблочено будет. Призма летит вперёд. Четыре дарка, кстати, в призме сидят. Но если спорку срубить, можно и лейр быстренько срубить здесь будет. Ну, димага уже вообще в пуш пошёл. Уверсир там есть, димаги? Да, там есть уверсир. Дарки прилетают, да спорку надо зарубить сейчас. И лейр сразу же райцликом рубить. И если спокусить уверсира, одного единственного можно попытаться было бы дарками убить, но здесь и спокусить нечем уверсира. И димага в мясо просто сминает выход. Значит, не выход, а юнитов Хелл Рейзера. То есть эту армию просто не убить ему будет в итоге. Ребят, ребят еще, Рейзер 2.1. Как-то так. 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 Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Так, ну что, по катушке доделываются. Так, прилетели фениксы подшатать. Пять рабочих и школрайзер убил, но он сейчас где-то штуки три, ну пять не сейчас погиб, он сейчас три где-то феникса точно погибло вот в этом контакте с демагой. 157, 136, боевого демаги больше на 30-ку лимит стабильно, делается шторм у хеллрейзера, это то, что ни в коем случае демаги нельзя дождаться сейчас, дожидаться. Если будет шторм, то хеллрейзер скорее всего отобьется, причем достаточно легко. Бейлинги доделываются сейчас 170 на 146 по лимит, надо атаковать до шторма демаги, это ключевая его задача. Он идет вперед, батонки падают, пилоны падают, грелки пытаются отбиться, ну как грелки, пока не получается отбиться, здесь есть СН-3, есть филбик, кстати, в рейдерах. Похоже еще и на 2-2, ребят, здесь эта ситуация. Так, бейны закатываются прямо в штормовиков куда-то. Бабах, минус штормовики все, шторма не будет. Ой, да, это 2-2, молодец, демага, не сдается, не сдается. Я аж думал, сейчас как в стиле кассы 0-4 будет просто после первых двух игр, но демага, смотрю, тут собрался и 2-2 делает просто-напросто сейчас. Демага-демага-демага-демага-демага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.КОНИК Недага-демага-демага-демага-демага-демага. Продолжение следует... 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 там отчет все еще идет там еще 11 минут только отчет идет вот они дают а так гейт плюс еще 2 гейта глефы да как в предыдущей игре открывается у нас хеллрейзер по крайней мере 3 гейта глефы но не в 2 старо гейта а в робо это больше на статса тему похоже то есть свитч в пуш потом будет но статс блин пушит с третьим нексусом готовым то есть он если видит что не получается запушить он назад уходит просто раскачивается и продолжает игру в макро хеллрейзер же в игре 3 получается сделал пуш просто с двух бас и демага отбился от него просто построив масс масс роучей и там уже хеллрейзер дальше не смог в общем-то ничего сделать так 4 гейт у хеллрейзера добавляется адептов тут пачка такая плюс даршайн а это в стиле стрэнджа ребят стиле стрэнджа то есть в чем тут стиль стрэнджа вообще заключается в адепта глефов свитчев дарков то есть задача адептов отречь внимание зерга и потом резко где-нибудь вот здесь дарки варписа пока здесь все юниты отбивают адептов приходят дарки райт кликом спорку тыкуют как бы и убивается в итоге хата просто потому что ее нечем отбить так хеллрейзер прилетает залетает крипу нет здесь рядом находится даршайн готов все пара дарков варп четыре штуки варписа сейчас ну и все надо врываться на третью здесь плетка делается адепты заходят одновременно на вторую дарки под спорку пролезают спорка минус будет адепты пришли прям в эллингов одновременно но третья в любом случае хата погибнет и это уже для хеллрейзера нормально уже нормально потому что рабочих у него столько-сколько у демаги и далее ничего не сделать хату забревает надо восстанавливать ее чтобы у демага в итоге делать я даже не знаю ну пушить идти тоже смысла никакого я не вижу нечем тем более то есть есть собаки есть королева тут разве что нидус как бы с королевами добавлять раучи и реллайджеров из них делать пилить нидус туда как бы и все хату демаги полгода не полгода долго думал можно раньше было и восстанавливать начать пока дрон вывел ну уже лимиты больше у холлрейзера то есть у него третий нюкс раньше у него все раньше это подавляющее преимущество главное его сейчас как-то не растерять на дистанции просто холлрейзеру и ведь еще есть и призма которая с помощью архончиков сможет отхарасить еще неслабо например минус стоит лежит я не знаю будет вот дрон а4 которые криво добывая 10 ресурса без прикрытия кривость вот чем заключается и морд мы подстраиваются два есть третий делать это уже похоже на остаться но у пони конечно такого тут стрэндж играл он тоже возможно где-то увидел я честно даже не знаю где он у топа не взял а а а и и Так, прошатываются камни сейчас. Плюс четыре гейта, у хулрейзера сейчас восемь будет, демага четвертую хату уже занял, кстати говоря, делаются по катушке, скорость роучем делается, правда по грейдам, просто по нулям у демаги, то есть он даже, у него даже эволюшна что ли нету, даже эволюшна нет, ни одного у него выдает демага. Ну зато боевого лимита подстроил, то есть готовится к пушу хулрейзера, у хулрейзера после глеф в блинк делается, кстати, чаржа с зелком и нет вообще получается, и шторма нет, ну то есть это реально все отбить сейчас демаги. Опять эмуф есть у хулрейзера, он идет сюда, в общем-то, либо он камни будет пробивать и так заходить, либо там с дальнего направления, нет, он не будет пробивать камни, он на дальнее направление идет. Вот, или все-таки будет, нет, будет. Кстати, демага видит, как камни погибают, но на мини-карте еще нет ничего. Так, 168 демаги, 165 хулрейзера, очень много реводжеров демага делает, понимает, с какого направления хулрейзер собирается заходить, но реводжеры реводжерами, а бейлинги-то будут вообще или нет побольше, чем 8 штук? Маловато это, мягко говоря, 8 бейлингеров. Так, пошла движуха, заходит хулрейзер, фаерболы демага пускает, фаерболы не попадать никуда, сталкеров плюс биопроц, какой еще большой, потому что они, как только проц поймет, что пора, они могут, в отличие от зелков, грамотно блинкнуться, как бы, и они разберут нормально. Зелки, они вылетают, когда они все в кучу вылетают, очень жестко, там и фаерболчики заходят, вообще тяжело. Вот, агрессивный блинк пошел, и бейлинги против них неэффективны вообще, в принципе, как бы. Сейчас фаерболы кидаются, то есть от фаерболов они уклоняются хорошо. Но, честно говоря, демаге нужно было позицию здесь держать, вот демага очень... У него реводжеров там штук 20, а он, ну не 20, но у него больше 10 было в начале реводжеров, а он кидает по 3-4 фаерболы. Видишь, как просто так стоит, раз-два кинул предупредительно, и площадь покрываешь больше, там, я не знаю. Ну, тут-то минус агрессивного блинка, сюда можно пройти вперед, конечно. Это 3-2 в пользу фаерболы. Ну да, это как НИП играл. Это как НИП играл еще и потому, что блинк как бы здесь, а НИП именно с блинком ушел потом. Недавно, кстати, он с кем он играл-то? С Фанда Биерми. Нет, с Глайя он играл после Фанда Биерми в финале. ГГ. Ну, мало бэйнов. Реводжеры это хорошо и роучи. То есть против сталкеров роучи и реводжеры не самое лучшее оружие. То есть гидра, конечно, эффективнее. Но если бы бэйлингов было не 8, а 28 где-нибудь, может что-то и получилось. И с другой стороны, в сталкерах они тоже в сталкеров неэффективны. Но если они в пачке жесткой стоят, то даже по сталкерам сплэш хорошо заходит. Заходит. Так, терминал паладина был сейчас. Ну, это матчпоинт для Хеллрейзера, либо 4-2, либо 3-3 решающий, ребят. Замкер. 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 Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...